Друзья, по поводу денег. Я замечаю в комментариях, люди пишут, деньги это не самое главное, деньги это не важно и так далее, и так далее. То есть посыл в стиле, ну деньги это такое. Ребят, это не так. Это очень важно. Чем раньше ты это поймешь, тем лучше. И вообще я считаю, что такие вещи необходимо первым делом решать. Деньги это очень важно. Деньги в наше время это реально главное. Если ты сейчас не работаешь на деньги, чтобы потом деньги работали на тебя, то ты будешь всю жизнь работать на деньги. Вот реально эксперимент. Возьми линейку, посмотри возраст. Вот, допустим, мне 29. Ну и отмерь, сколько ты там хочешь прожить. В моем случае я бы хотел реально дожить до сотки. Где там до сотки. Вот. Хотел бы дожить до сотни. Но, я что понимаю, что из этого всего я реально трудоспособен. Буду, ну так, чтобы мне было реально интересно. Знаешь, еще поработать на деньги, ну до 35. Вот. И реально посчитай 29. Ну хорошо, ладно, давай до 40 возьмем. Возьмем до 40. Это раз, два, три. Почти 10, 10-11 лет у меня есть для того, чтобы решить вопрос полностью с финансами и потом перейти уже на более какие-то важные вещи. На самом деле я хочу там ближайший год-два решить все эти вопросы, чтобы потом деньги приносили мне деньги. И мышление у меня тоже было когда-то такое, что деньги это не важно. И знаешь, когда я так говорил, когда у меня денег не было и не было предпосылок заработать мне большие деньги. Когда у тебя есть деньги, ты можешь собрать себе команду людей, профессионалов. Потому что профессионалы зарабатывают деньги. Ты сможешь им платить. Когда у тебя денег нету, ты будешь выбирать из худшего всегда. Потому что ты будешь смотреть на тех, у кого нет работы, кто себя никак не пристроил. И будешь себя окружать именно такими людьми, которые дают посредственные результаты. А может и вообще не дают никакие результаты. Помни про вот эту вот линейку. Не забывай, у тебя не так много времени есть. То есть если ты думаешь, что то, что у тебя сейчас есть, это будет навсегда и на постоянку, ты очень жестко ошибаешься. И потом, знаешь как это происходит, ты сейчас думаешь, деньги это не важно. А потом в какой-то момент ты поймешь, что уже я и сделать ничего не могу. Ну потому что там возраст прижимает и так далее. Люди после 35, я сказал, что люди после 35-40 уже начинают заканчивать свою жизнь. То есть заканчивают реально свою жизнь и дальше доживают. Это большинство так, большинство доживает. А мало людей, которые начинают реально жить, начинают жить в этом возрасте. Посмотри на, ну вот, большая реально разница людей в возрасте там 71 бегает, а второй уже, ну просто, ну явно видно, что он просто доживает свою жизнь. А почему люди доживают жизнь? Типа, думаешь, всем хочется, просто вот в какой-то момент они решают, так начинают доживать жизнь. Нет, конечно, просто в какой-то момент люди перестают верить в свои цели. Люди перестают верить вообще во что-то, что может их как-то привести к чему-то. Ну, просто вера пропадает у людей. И сбитые лётчики. Сбитых лётчиков какой-то, с каждым днём становится всё больше и больше даже среди твоих ровесников. Люди, которые, вот возьми школу, да, если там моего возраста. В школе человек там, ты думал, он будет просто невероятных высот добиваться. Сейчас он в это время, либо это уже наркоман, либо это человек, который, ну просто, он потух. Человек потух. Деньги – это важно. Чем раньше ты это поймёшь, чем раньше ты решишь вопрос для себя с деньгами, это, собственно, определит всё твоё будущее. Недооценивай деньги. Если ты недооцениваешь деньги, ты дурак. Ты дурак, который рано или поздно поплатится за это, если я сейчас это не начал уже делать. И у меня нету цели оскорбить. Я здесь делюсь вот тем, ну, своим опытом, своей жизнью. Я тоже таким же был, когда у меня была куча долгов. Ну, когда у тебя куча долгов, и знаешь, что происходит? Ты ж не отдаёшь долги, ты нарабатываешь всё больше и больше долгов. А это, да, из-за неграмотности, из-за того, что ты не умеешь правильно там обращаться с финансами. Но это самое первое, что нужно решить, потому что это определит твоё будущее, всю твою оставшуюся жизнь. Можно сказать, что деньги – это не главное. Ну, так говорят те, у кого их нету. Так же можно сказать, это когда любовь главнее. А зачем их ставить в одну плоскость? Это разные вещи. Это должно быть и то, и должно быть другое. Но когда нету первого, не будет и второго. Когда не будет у тебя денег, ты не сможешь обеспечить свою семью. Да, с миром, с милым и рай в шалаше. Но до поры до времени. Поверь, до поры до времени. Если ты живёшь с человеком, который потух, который не добивается там ничего в жизни, не хочет никаких целей. Скажи, ты захочешь добиваться чего-либо? Или если ты добиваешься чего-то, а рядом видишь человека, который постоянно тянет тебя на дно. Ну, вот реально, он просто ничего не хочет добиваться. Ты в одну сторону смотришь, у тебя перспектива. Есть ты, хочешь такой замотивированный, хочешь чего-то. А в другую сторону смотришь, а ты жить не хочешь после того, как посмотришь на этого человека. Это важно. И важно себя окружать. И важно себя окружать нужными людьми для тебя. Чтобы были нужные люди в какой-то мере, в определённые круги. Ты просто без денег не пробьёшься. Опять же, я как предприниматель понимаю, как сложно построить команду без денег. Как сложно вообще о чём-то общаться с человеком. Человек, понимаешь, который работает на результат, для него в работе с тобой не могут быть деньги, а скорее всего будут деньги. Но за эти деньги он тебе будет давать тот результат, который для тебя, этот результат, в твоём бизнесе, будет выливаться там в деньги и в достижение каких-то целей. Поэтому, особенно в молодом возрасте, выбей из себя навсегда эту дурь по поводу того, что деньги – это не главное. Пока ты будешь это с этим мириться и это воспринимать, у тебя никогда в жизни не будет денег. Зарабатывай. Зарабатывай и работай над собой, добивайся целей. В наше время достаточно делать что-то одно хорошо, с этого зарабатывать деньги, для того, чтобы обеспечить всю остальную себе жизнь достойно, так, как ты захочешь, чтобы это было.